Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании Сик-Минусом, я Артур Изятурин. Минфин Китая объявил в среду в осуждении 16 товаров США от ответных пошлин, что позволяет рынкам сейчас мыслить в позитивном направлении, на исходе торговых переговоров, которые намечены на середину сентября. С одной стороны, часть товаров из этого списка не позволяет легко переключиться на другую цепочку поставок, то есть диверсифицировать поставщиков, они даже могут вообще не иметь субститутов, и это может являться одной из причин освобождения этих товаров от тарифов. Это также затрудняет введение тарифов на них. С другой стороны, это может рассматриваться как несущественная жертва Китая, дабы продемонстрировать дружественные намерения США, но сейчас пока остается гадать, что же стало истинной причиной. Исключения будут применены таким товаром, как противораковые препараты, смазочные материалы, корм для животных, сообщил Минфин в среду на официальном сайте. Решение вступить в силу 17 сентября будет действовать в год. Тем не менее, Китай освободил, будем говорить, мизерную долю товаров из списка, из последнего списка дополнительных ответных тарифов, число которых превышает 5000. Экспорт сельхозпродукции, в частности, соевобогов и кукурузы продолжает оставаться главным заложником напряженности. В середине сентября торговые представители Китая встретиться со своими коллегами во Вашингтоне в начале октября пройдут переговоры между китайским вице-премьером Лю Хэ и Робертом Лайтхайзером и Стивеном Ночи. На фоне позитивных экономических данных США, в частности, сильную статистику по рынку торгового за сентябрь, аппетит к риску перед возможными позитивными заявлениями об итогах переговоров, вероятно, будет расти. Что касается отчетов по рынку труда за сентябрь, в пятницу данные показали, что ключевой показатель экспансии, инфляция зарплат, точнее, ключевая надежда текущей экспансии, она превысила ожидания, составив 0,4% в месячном выражении. Шансы на сохранение ставки на текущем уровне по сравнению с прошлой неделей выросли с 0% до 8,8%. И, напротив, шансы на агрессивное сокращение ставки на 50 базовых пунктов снизились с 10-11% до 0%. Также издание South China Morning Post, это китайская газета, которая часто приводит очень интересные, располагает очень интересные сведения по поводу исхода торговых переговоров, либо направления в переговорах. Ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что Китай планирует увеличить закупки сельхозпродукции США, то есть вот эти критические для торговых переговоров закупки, чтобы ускорить прогресс в переговорах. Однако, главный ястреб Белого дома Питера Навара сдержал позитивные настроения за их, что нужно запастись терпением в разрешении торгового спора. Сейчас спекуляции по поводу истинных причин осложнения товаров от тарифов также ограничивают заявление Пекина, в принципе, разумное, что исключения могут быть применены к товарам, для которых невозможно или затруднена дивертификация поставщиков. США является главным поставщиком сыворотки в Китае, который является важным ингредиентом для производства корма для свиней, и их поставки в больших объемах может обеспечить только США. Также Минфин Китая обнадежил рынки заявлением, что не исключены дальнейшие исключения освобождения товаров от тарифов, когда для этого наступит подходящий момент. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.